Значит, бесконечно задается один и тот же вопрос, почему наше, там, скажем, коммерческое кино несостоятельное, почему зрители его смотрят только из-за огромного количества рекламы, почему он не ассоциирует себя с героями этих фильмов. И вообще, что происходит с коммерческим кино и, как бы, вообще, куда ему нужно двигаться. И в этом смысле этот, мне кажется, фильм очень показательный, потому что, в общем, он, собственно говоря, снят как реакция на маккартизм, на, собственно говоря, кодекс Хейса, который был введен в Америке. Это кодекс, как он называется? Кодекс Хейса, кодекс, регулирующий, я даже не знаю, как, нравственный и технологичный кодекс, который регулирует нравственные и моральные вопросы, принятые, с одной стороны, религиозными организациями, а с другой стороны, индустриальными институтами, такими, как большие студии. И, соответственно, регулирующие содержательные условия фильмов, при которых они могут выйти в прокат. И ровно в полдень, на самом деле, это очень жесткое социальное кино про то, как, ну, собственно говоря, про предательство. И, по большому счету, там, наверное, главными злодеями являются, наверное, не эти бандиты, да, а местное население, которое сначала кричит, что они будут все это, ну, как бы, сражаться, защищать и так далее, и так далее. А потом каждый потихоньку просто сваливает по очень уважительным причинам для каждого. И, на самом деле, это такой, ну, как бы, большой рассказ про Америку того времени и про, ну, то, что там происходило. Но, тем не менее, это все равно очень сильное социальное высказывание. И поэтому, если говорить, на самом деле, про наше кино, большое, коммерческое, то, мне кажется, что самый большой недостаток и, как бы, и, наверное, самый важный ключ к тому, что, ну, как бы, чтобы оно стало интересным, на самом деле, что, чтобы оно стало узнаваемым, чтобы оно стало левым, чтобы оно, на самом деле, рассказывало про то, что, ну, про то, что происходит в стране. И там действительно дико глупо, когда смотришь какой-нибудь, ну, там, скажем, наш большой фильм, да, он всегда, ну, всегда сделан на такую очень пятерочку из очень, очень глянцево, с совершенно неузнаваемыми персонажами, с совершенно неузнаваемыми ландшафтами, с совершенно неузнаваемым бытом. И это какие-то люди, которые, ну, как бы, ты не можешь себя ассоциировать с ними вообще никак. И это кино, ну, как бы, ну, оно может быть сделано и в России, и может быть сделано в другой стране. Ну, то есть оно вообще не имеет каких-то там, скажем, ну, вот, оно не имеет социальной наблюдательности. гигантское при этом количество же сюжетов которые могли бы как бы их миллион очень коммерческих очень ну каких-то сильных при этом очень наблюдательным там скажем можно же например там я не знаю сделать абсолютно какой-то там вот условно я не знаю там молодежную драма про антифа это было бы прям но сюжетное интересное кино но при этом она как бы она про действительность она про приезжих она про этих антифа и так далее или про тех же самых фашистов и мне кажется в этом смысле интересен как раз этот фильм потому что он как бы ровно ровно по тем же ну так же выстроен то есть он вроде бы как говорит про там девятнадцатый век и про дикий запад да при этом он очень наблюдательный к своему собственному времени меня зовут андрей я не помню кто в журнале афиша это сказал там было интервью большое двух бывших главных редакторов глянцевых журналов московских и они рассказывали вот о чем что в россии не существует культурных паттернов то есть если проехать соединенные штаты запада на восток ты примерно знаешь какие-то там архетипы встретишь в каком штате какие люди живут там как выглядит военный как выглядит индейц как выглядит ковбой и так далее а у нас вот нет таких стереотипов культурных и поэтому снимать неком не кино и не репортажи делать тоже неком вот они так говорят на то есть вот пришел человек с чечни например да по воевал может стать захаром прилепиным а может стать полковником будановым вот как этих обстоятельствах работать паттерн это называется вот ну короче есть вот такой паттерн например то что я сейчас вот увидел например в вот в этих маленьких поселках и городах там люди на самом деле делится на два типа сильные вот самые сильные почему я не говорю они они бывают хорошие бывают плохие вообще разные ну как бы сильные сильные ребята они не верят вообще ни во что они верят только в себя и основная идея это условно говоря формирование такого партизанского хозяйства вот так чтобы делать свой там бизнес или свое хозяйство вообще не зависим от государства максимально пытаясь ну как бы порвать все все с ним связи и быть вот таким партизаном сколотить свое вот это хозяйство и и там работать ни от кого не зависит ни во что не верю вообще хуже лучше вот вообще не верит вот есть мое есть моим вот мой маленький этот мир в котором я живу и есть у меня люди которые на меня работают работают на него обычно как раз люди которые бесконечно во все это верят свято что зарплаты будут больше или зарплаты будут меньше единая россия это плохо или единая россия это хорошо и так далее так далее вот все люди которые верят они работают на них и они как раз вот ну является таким ну грубым словом балластом который вот ну вот более или менее лучше или хуже работают на этих партизан вот про этих партизан сделать кино и вообще про эту вот новую такую вот очень сильную психологию например было бы очень интересно вообще так ну как бы тема ну собственно какая разница с каких позиций снят фильм вот такого типа ну двухуровневый как этот или скажем вторжение похитителей тел с левых или справах вторжение похитителей тел есть такой на грани movie by американская фантастика трактуется с одной стороны как антимаккартистский фильм есть трактовка с другой стороны как антикоммунистический фильм да 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 а с третьей стороны как просто фильм моральной деградации чека там есть тексты подсвязали то есть не имеет значения позиции имеет значение что позиция была скажем так да не обязательно левая да и скажем вот знаменитый жест в конце когда герой купера бросает шерифскую звезду да но вы расцените этот фильм я тоже оценил как левый либеральник тюреман был этого круга левый либеральных режиссеров иммигрантов да фильм с этим и связан месяц маккартизма на самом деле с тем что он знал как его народ предали в европе 30 и 40-е годы он об этом сам говорил да то есть он всю жизнь снимал такое кино из кого интересует первый его фильм седьмая седьмой крест о том как человек бежит из концлагеря и от него отрекаются все в германии и один из последних его фильмов человек на все времена посмотрите это тот же самый ровно в полдень только про томаса мора его заставляют отречься он не хочет отречься от своих взглядов его бросают все он всю жизнь снимает об этом кино тут так да но дело не в том так вот этот жест бросок бросается звезда абсолютно повторен в фильме который назван правыми фашистским во всем американской критике фильме грязный гарри сигала когда он красивым жестом бросает свой полицейский значок то есть имеет значение важно действительно это двухуровневость то есть чтобы можно было не понимая никаких трактовок и ничего не знаю с интересом смотреть кино смотреть вторжение посетителей тел можно совершенно не вдумываясь антикоммунизм анти маккартизм а можно смотреть вот так вот разбирается дополнительный бонус тому кто хочет подумать вот на этом построен мне кажется американское коммерческое кино а левое но правое это не имеет значение чем думать именно левая просто я слушать его просто намного лучше и точнее сказали то что я хотел сказать это во первых во вторых я под левом имел ввиду социальные наблюдают ну то есть как это второй плац вот мы потом пришлось такой вот так девочка волновалась что но не отражает реальность на эту тему плакали всегда вот если кто хочет почитать американскую кинокритику есть шестидесятых годов ту же паулину кейл там сплошное нытье что американское кино не отражает реальность потом пришло поколение режиссеров нового голливуда она стала отражать реальность то есть может вопрос еще и в количестве индивидуальных талантов которые на каком-то этапе это количество переходит в качество нет я думаю что это я думаю что это социальные события только социальные события своими словами появись в другое время коппола скорсезе ален олтман в одно время и они ничего не получилось с ними насчет нового голливуда в принципе могу сказать я мне кажется там кроме социального события была еще понятно экономическая подоплекка связана с прокатом и с тем что европейское кино стало пользоваться больше сброса и плюс какой-то выплеск энергии этих людей соответственно конечно выплеск энергии вот но в принципе как бы им сопутствовали благоприятные обстоятельства как социальные так и политические и фильм цинеман конечно мы ну так немножко вчитываем да туда но при этом мы мы конечно понимаем что это деформация жанра то есть самого вестерна реформация ну да 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 но метаморфоз да можем так даже сказать что которое по-другому начинает носиться героем вот второго плана к этому обывателю которого по идее герой должен защищать главные то есть и вообще классический вестерн он на том что вот толпа выделяет некого человека который по сути ее пасет и защищает вот таким образом защищает все американские ценности а тут получается что нет ни ценности ничего и собственно вот вестерн 70-х которые уже и 60-х где уже соответственно действуют герои пекин па и леоны и кучи итальянских режиссеров которые снимали не знаю там карбучо это все уже все же ну то есть выглядит герой-одиночка которые занимаются своими делами и время от времени совершенно как плохие поступки так и хорошие и не отчего это не зависит только то как у него там ветер подует и как перекати поле нет ну ровно в пользу не с другой серии здесь однозначно хороший в том-то и знаете куда вписывается такие же фильмов появилось несколько плохой день в black rock и да в принципе 310 на юму где он тоже остается в итоге один и диск понимает это его враг он немножко предвосхищают как бы глобальные перемены в жанре с одной стороны другой стороны конечно встраивается вообще в ряд фильмов 50-х годов очень переходный период которые критикуют ну как крестимута мы это считываем в какой-то степени это все американские критики вчитали в общем не мы даже не даже я-то думаешь на самом деле у ценимана это чистая реакция есть хорошая книга статья умер от который был его лично знакомого что из той же это реакция уличной судьбы на личную судьбу и всего его поколения которые предали которые бездали европейцы выгнали да и предали спокойно отдали нацистам без особых оговорок это нужно признать что европа предала свою часть свою часть еврейства европейская и вот это реакция цинемана поэтому этот у него проходит такой вот темы не в применении к цинеману на в этом году умер то который был его знаком они вместе снимали то есть это вот так вот личностное во многом в общем и вот потом еще вопрос был к вам борис а вот вы говорите что вы хотели снять жанр они сняли а почему вы все-таки сушь но это какая-то глупость которая случается каждый раз со мной это жанр выясняется чтобы не ходили побольше потому что побольше денег начинаешь начинаешь изучать этот вопрос документально и он уводит от жанра ну то есть не вот эта возможность куда-то у меня лично пропадает вот я не могу код совсем выдержит чистый жанр кого-то объясните почему она пропадает почти у всех вот наших режиссеров которые снимают ну какой более-менее качественное кино вот мы здесь показывали фильмы но вот того же маму ли там это не шульта со второй фильм охотник потом хомерики фильм но извините но это хорошее наверное кино вы прекрасно понимаете да что эти фильмы от зритель даже образованному зрителю но даже вот киноклубному зритель и фильм смотреть тяжело и дело даже не в том что тяжело бог с ним тяжело если бы в них было бы больше нагрузки интеллектуальной смысле чем те же вторжение похитителей тел но в них нагрузки меньше намного меньше то есть обторжение похитителей тел можно спорить если пройти через первый слой да о чем это кино но а вот спорить по моему об охотники но не о чем вот не о чем там режиссер как бы не выполнил свою работу вот здесь режиссер и сценарист выполнили свою работу они рассказали интересную историю плюс самая а режиссеры вот наши которые вот здесь показывали на того же гуман они свои работы не выполнили они историю не рассказали и и смыслов там меньше чего в хорошем коммерческом ну таком в американском фильме хоть золотого века голливуда хоть действительно 70-х годов в таксисте там да где угодно в нэшвилле да где угодно ну слушайте да не показали они жизнь в том-то оно и дело и кроме того эту жизнь смотреть люди не будут а все-таки измените любой фильм выхватящий на экраны зритель должен посмотреть иначе давайте отвечу на этот вопрос что такое признаки чернухи все говорят ну как бы в российское кино чернуха 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 но если как бы если не посылать сразу ну как бы на три буквы людей которые да как предъявляют этот претензию то надо разобраться что это такое шекспира невозможно назвать чернуха правильно достоевского невозможно назвать чернухой там я не знаю там скорсеза невозможно назвать чернуха и хотя ну как бы вроде трупов формальные признаки есть трупов еще больше крови еще больше а при этом это нифига не чернуха что такое ну как бы что такое чернуха и что ну как бы применение к российскому кино я думаю что это невнятность высказывания да но дальше тут два ответа есть наверно про это то ли мы но как бы не умеем говорить этот но как бы один ответ второй вопрос мне кажется что мы не знаем про что говорить как бы есть абсолютно несформулированность отношения к действительности и в первую очередь это страх на действительности мы как бы не боимся и описываем какие-то ну как бы вот там ну вот там я не знаю там менты государства вот ну как бы любая встреча с государством это какая-то перемена участие да какая-то ну как бы непонятно это все как бы вот реакция на уровне страх когда одну как бы условно говоря мне кажется но как мое поколение и я в том числе мы делаем фильм то но как бы так немножко пятись назад ну то есть мы как бы говорим про это да от страха немножко пятимся назад и не не можем сформулировать как бы вот эти страхи вот они есть мы их каким-то образом пытаемся про них рассказать но не можем доказать что не можем сформулировать эту действительность вот я думаю что первый человек который перестанет ну как бы делать вот эти шаги назад а сделать вот как бы шаг вперед и начнется этой действительностью но там скажем условно говоря конфликтовать или сражаться или быть ну как бы на дне и с ней каким-то образом ну там вот бороться это первый человек будет который сделает который сформулировать время вот фильм и брат люди узнавали себя узнавали и очень точно понимали что ну как бы этот человек он как-то рассказывает вообще про время ну какой-то молодой человек который вроде бы такой разовощекий ну как бы вот такой вот правильный но такую скалобы на которого совершенно потеряно вообще какие-то ориентиру что такое хорошо что такое плохо а есть какая-то своя совершенно вот эта безумная философия и это очень 90-е годы и они узнавались всеми и и сами люди себя очень четко узнавали в этом и хотели узнавать и фильм был коммерческим с фильмом бумер я думаю что произошел то ну как бы такой бешеный успех это ровно это это ровно то же самое узнавание это узнавание с среды узнавание того как ведут себя менты узнавание того что вот эти там скажем молодые ребята ну вот 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 они попали в это время и поэтому вот под поэтому они такие и так далее так там очень много таких вот подробностей очень-очень точных бытовых и социальных на самом деле надо начинать делать кино когда ты не уже уже не боишься людей и уже не умиляешься обычно вот правда приезжаешь какой-то город первое это ну как бы первое это испуг второе это умиление когда тебя вдруг они начинают все приглашать в гости и поить водка ты думаешь какие потрясающие люди живут в этом городе вот а потом что-то еще случается еще 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 и потом ты вдруг ну как бы понимаешь что ничем эти люди не отличаются ну там кроме марок машины марка одежды вот и все и тогда вот тогда можно уже начинать снимать кино